здравствуйте вы смотрите программу 15 в студии андрей маланов сегодня у нас в гостях павел дятлов руководитель административной технической инспекции города берска здравствуйте ну расскажите пожалуйста в двух словах в чем заключаются обязанности вашей службы для тех кто ну может быть так или иначе не знает или не сталкивался еще с вами в повседневной жизни своей административно техническая инспекция создана в городе берске для организации контроля за соблюдением правил благоустройства различными ответственными лицами правил благоустройства восприняты основная их редакция в 2014 году в последнее время прошло ряд дополнений изменений правил благоустройства но в они действуют и вот именно за соблюдением этих правил и следят специалисты инспекции то есть это уборка улиц это различные там допустим строения какие-то которые возводятся не капитального характера на улицах нашего города все что относится коммунальной сфере это вот все ваше да 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 2017 год у нас позади в двух-трех словах обрисуйте нам пожалуйста картину вот как работала ваша инспекция в минувшем году с какими итогами вы вот восемнадцатый год вошли до 2017 год выдался там достаточно напряженным достаточно непростым на события но тем не менее то есть силами инспекции силами коммунальных служб города с которыми тесно взаимодействуем нам удалось ситуацию держать на стабильном уровне за прошедший год сотрудниками инспекции было выявлено 366 административных правонарушений под по административному нарушению в день получается может быть может быть так в среднем да и по данным нарушениям наложено взыскание на сумму более 899 тысяч рублей основную массу правонарушений можно в общем то разделить условно на две группы первая группа это нарушение в сфере благоустройства то есть данные правонарушения выявляются во время ежедневных объездов города специалистами инспекции во время проведения различных рейдовых мероприятий во время отработки и разрешения жалоб и заявлений граждан а вторая группа это нарушение в сфере соблюдения законности по вопросам нарушения тишины и покоя граждан даже так бывает данные материалы поступают в инспекцию из отдела внутренних дел то есть то есть то начальную проверку проводит орган внутренних дел то есть специалисты инспекции проводит дополнительную проверку дальше принимают решение то есть установлен законном порядке то есть либо выносит решение о возбуждении административного производства либо отказе нарушения административного производства но если взять динамику то есть по обоим вот этим вот направлениям надо отметить что в общем то в общем то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется некоторое снижение то есть административных правонарушений вот в 2017 году это конечно обусловлено рядом факторов где-то менялись правила благоустройства вносились изменения то есть то что работало в шестнадцатом году не работает в семнадцатом такие у нас случаи были где-то увеличилось качество реализации комплексно мер по вопросам благоустройства и соответственно ответственные лица стали допускать меньше административных правонарушений то что касается нарушения тишины и шума видимо тоже вот активная работа органов внутренних дел которые поставляют нам данные материалы до активная работа специалистов инспекции по привлечению тех групп населения которые являются нарушителями дают свои положительные моменты по тишине это вот частные лица до в основном нарушают или это касается еще каких-то юридических лиц иногда бывает в основном частные лица юридические лица бывает до это заведения какие-то допоздна работают это крайне редко если по прошлому году общий анализ брать по памяти ну может быть в пределах там может быть десяти двенадцати правонарушений связанных вот здесь юридических лиц все остальное как правило это частные лица а вот на память приходят вот случаи когда стритрейсеры так называемые нарушают покой граждан где-нибудь вот в районе площади горького там постоянно ребята на автомобилях тусуются вот это к вашей юрисдикции не относится они не проверяли это относится к нашей юрисдикции но здесь сложность восстановления лица то есть за последний год к сожалению не удалось ни нам в ходе проверок дополнительных не органов внутренних дел не 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 довелось там никого поймать довести до логического завершения то есть потому что невозможно было установить лицо которая производит данные действия но вот в отношении допустим летних кафе которые нарушали общественный порядок громко играющий музыкой вечер ночное время такие материалы были доходили до логического завершения то есть и виновные лица получали административное наказание у нас берск такой спокойный более-менее город получается в этом плане в плане заведений ночных каких-то ночной жизни у нас ночной жизни нет я думаю да несмотря на то что у нас в общем-то ну считается как бы курортная зона а вот с точки зрения благоустройства да наиболее типичные нарушения они каковы вот что чаще всего нарушают как это вот выглядит если брать в сфере непосредственно благоустройства тут наиболее часто встречаемые нарушения имеющий круглогодичный характер это естественно нарушение связанные с сбором и утилизации твердых бытовых отходов содержанием мусорных контейнерных площадок и так далее если брать какие-то сезонные нарушения да то в зимний период это естественно своевременной уборкой вывоз снега то есть своевременная сброс сосулька на леди с крыш удаление так далее весенний период времени то есть это нарушения связанные с противопаводковыми мероприятиями то есть не оборудование водоотводных канав не проведение не очистка водоотводных канав в основном в частном секторе и так далее летом правонарушения распределяются опять же на характеризующий скосом травы содержание газонов содержание мест общественного пользования большинстве то есть пляжи другие места массового отдыха граждан то есть вот с этим характером поэтому вот перечень вот этих давайте попробуем пройтись вот потихонечку по каждому из этих пунктов чтобы понять ну насколько вообще наш город берск сейчас благоустроен насколько он комфортен уютен насколько в нем вообще приятно находиться вот по зиме сейчас зима да сейчас идет снегопад уже не первый день насколько вот ситуация тревожная на ваш взгляд насколько я понимаю ваши люди ваши инспектора регулярно совершают объезды обходы инспекционные всякие поездки да ну как обстоит как обстановка я бы не назвал ситуацию тревожной она сложная но не тревожная тут надо отдать должное коммунальным службам потому что на протяжении всех дней снегопада то есть техника которая у нас работает сейчас переведена на ночной режим работы в ночное время она утром обеспечивает полностью проезд всех основных магистралей по территории города то есть на автомобиле в принципе можно проехать везде то же самое касается дворов которые обслуживают управляющие компании да с ними работа ведется постоянно да где-то не хватает техники да где-то соблюдается какая-то определенная очередность но тем не менее в общем и целом эти мероприятия проводятся несмотря на то что есть случаи когда вы прочь кого не уже очистку провела она через сутки там такое чувство как будто вообще не чистили то есть не вызывает каких-то нареканий работа дворников действительно утром несмотря на то что ранее какие-то замечания были да со стороны руководства города тем не менее что своевременно устранены и сейчас уже в большинстве случаев на те те вопросы которые даже на штабах возникают они решаются эти дворники выходят в утреннее время то есть и подъездные и пешеходные зоны то есть к непосредственно когда они очищаются чуть хуже обстоит обстановка с частным сектором но это надо понимать что действительно частный сектор он у нас как бы всегда шел по повторить по вторичному признаку тем не менее тем не менее все равно в ближайшее время вот работы в этом направлении запланированы ну и здесь хочется в общем-то и самих жителей частного сектора призвать чтобы они тоже в общем-то не оставали в стороне не ждали когда это когда спасут а сами принимали какие-то меры к расчистке то есть а что может сделать вот обычный частное лицо даже житель частного сектора допустим вот у него трактор прошел раз засыпала выезд из вот из двора что в этой ситуации это это как к сожалению вот трактор проходит засыпает это вызывает негативную реакцию граждан они потом берут это все на дорогу обратно выкидывает негатив берем естественно на себя специалисты когда вообще но тем не менее мы разъясняем граждан что так это так лучше не делать потому что пользу никому это не приносит естественно если где-то там трактор прошел нагрев какой-то вал но как правильно действовать в этой ситуации правильная правильно разгрести этот вал по сторонам вправо влево дороге на оптимально наверное может быть еще и вывести оптимально вывести ну хотелось бы чтобы там граждане делали не все к сожалению понимают необходимость этих этих мероприятий какие вообще санкции существуют что вот на что может рассчитывать человек который недобросовестно относится к своим таким гражданским обязанностям вообще частное лицо там юридическое лицо какие мер какая мера ответственности сейчас за нарушение правил благоустройства ответственность предусмотрена одной статьей законного сибирск области об административном правоварушении это статья 8 22 то есть это статья за нарушение правил органов местного сам управления области благоустройства. Распространяется она на все муниципальные образования области, потому что в каждом муниципальном образовании правила свои, в зависимости от особенностей муниципалитетного образования и так далее. По данному нарушению предусмотрено в части юридических и физических лиц как одна из мер предупреждения, в части наложения штрафных санкций на физических лиц штраф денежный от тысячи до четырех рублей, на должностных лиц от четырех до десяти тысяч рублей и на юридических лиц от десяти до десяти тысяч рублей. На эти санкции может рассчитывать правонарушитель, если недобросовестно относится. Сначала придет инспектор пожурит, просто пальчиком погрозит, предупреждение сделает, а потом уже собственные штрафные санкции начинают. Где-то примерно так, естественно, что при поступлении какого-то сообщения от другого гражданина при поступлении заявлений или при обнаружении инспектором признаков административных правонарушений, в зависимости от рода, тяжести и вида правонарушения, да и допустим в зависимости от личности правонарушителя, скажем, первый раз человек, лицо совершило правонарушение или оно уже не раз попадало в поле зрения. Специалисты во время проверки принимаются определенные решения. Если правонарушение имеет место, но человек, лицо, совершило в первый раз, да, то специалист инспекции вправе выдать уведомление. Потому что, ну, как бы не цель наказать, да, цель привести в соответствие, цель привести в нормативное состояние. Если человек нарушитель, скажем так, потенциальный, идет на контакт, готов принять меры к устранению данного неостатка, естественно, ему дается ему уведомление и затем контролируется его выполнение. Если уведомление выполняется, значит, соответственно, исчезают все основания для возбуждения какого-то административного производства. Если же лицо не отреагировало либо на выданное уведомление, либо сразу отказывается, да, по каким-то либо причинам исправить уведомление, там решение принимается сразу, то есть о возбуждении административного производства. Затем в рамках производства составляется протокол, направляется на административную комиссию и она принимает решение. Ну, с частным сектором более-менее все понятно. Вот в многоквартирных домах кто чаще всего несет ответственность и какова доля ответственности управляющей организации и, допустим, собственника жилья? Ну, в зависимости, во-первых, от формы собственности, вернее, от формы управления многоквартирным домом, то есть если дом управляет, скажем, созданным ТСЖ или какое-то непосредственно другое товарищество, то, соответственно, ответственность несет управляющее звено, то есть председатель ТСЖ или совет или так далее, кто назначен общим собранием, кто определен. А если дом находится на обслуживании управляющей компании, то, соответственно, управляющая компания как юридическое лицо несет ответственность. Но это касается общего содержания, скажем так, придомового имущества. Если дело касается какого-то частного имущества, вот, скажем, больной вопрос всегда вызывают козырьки. Козырьки крыши. Козырьки крыши, которые возведены у нас над балконами. Естественно, если собственник произвел вот эти действия, то есть устроил себе крышу, изменил конструкцию, он несет полностью ответственность и берет ее полностью на себя. То есть, если что-то рухнет... Поэтому обязанность очистки вот этих вот крышка с дряков балконов лежит полностью на собственнике. Вот такие факты, в общем-то. И по прошлому году у нас такая практика была, и она достаточно активно использовалась, потому что порядка 12 протоколов административных мы составили на лист, который недобросовестно отнеслись к этому вопросу. Но тут тоже проходят определенные процедуры. То есть специалисты, управляющие компании, то есть при обнаружении данного нарушения, данного признака, должны законным образом уведомить владельца, то есть под роспись о необходимости произвести мероприятие по очистке. После того, как они ему вручили уведомления, то есть есть определенный срок исполнения, контролируют его исполнение. Если сброс и очистка крыши не произведена, козыряка, то они вправе составить акт, приложить фото, документы, и вместе весь пакет документов направить нам в инспекцию. На основании этих материалов мы рассмотрим и возбудим административное производство. То есть само возведение этого козыряка, это не криминал, а вот именно ненадлежащее содержание, это вот уже повод. Как бы и возведение, это криминал, конечно, но касается маленько других. То есть это уже не к вам? Этим скорее всего должен заниматься отдел городостроительства, то есть у них есть специалисты, у полномочий состоят административные протоколы. Ладно, оставим тогда это другим специалистам вопрос, а вот уборка снега с крыши, это станет актуально, вот уже, ну, совсем скоро станет актуально. Наблюдаете за этим как-то? Наблюдаем. И за уборкой. Некоторую доставлять, да, людям? Да, и за уборкой крыши снега, и за формированием сосулька на ледя. Ну, в этом году, надо сказать, что когда снега было пока немного, и вот первые проверки показывали, что вот те управляющие компании, да, вот та работа, которая с ними проводилась в 15-м, в 14-м году, в 16-м году, она свои положительные результаты имеет, и все меньше и меньше приходится делать напоминаний управляющим компаниям. То есть те, с кем мы активно работаем, с кем мы активно взаимодействуем, они уже сами. То есть не дожидаясь наших уведомлений, данную работу производят, а это не может не радовать. А крытые спортивные сооружения как-то проверяются? Проверяются все. Проверяются все. То есть и крытые спортивные сооружения, и детские сады, и школы. То есть и везде эта работа, ну, через определенных ответственных лиц, она стоит на контроле. Поэтому, да, сейчас вы правы, то есть сейчас вот после прохождения снегопада, да, после ликвидации последствий снегопада, после, скажем так, прохождения периода морозов, когда у нас пойдет первое потепление, у нас уже запланированы рейдовые мероприятия, то есть по осмотру именно кровель, на предмет вот именно уборки наледей, и вот их снежных, снежных накатов, навесов и так далее. Такие дома уже есть, они сейчас пока просто фиксируются, перманентно, чтобы управляющая компания на опережение сработала, сведения и такие передаются. Ну, а уже когда пройдут все вот эти вот, как я сказал, сначала снег, потом морозы, вот после этого периода мы активно этим займемся, и там уже будем плотно работать с ответственными лицами по устранению данных нарушений. Вот осенью, насколько я помню, административно-техническая инспекция обратила внимание на несанкционированные вот перекрытия внутриквартальных проездов, блоки всякие разные, шлагбаумы и так далее. То есть была очень такая резкая, острая реакция, довели до сведений управляющих компаний и всех лиц, которые так или иначе к этому имеют отношение. Вот работа завершена или она будет продолжена еще в следующем году? Как-то удалось навести порядок здесь? Нет, эта работа продолжается, эта работа продолжается, потому что, к сожалению, у нас стремление граждан где-то что-то перекрыть, оно не ослабевает, не ослабевает. Этот вопрос еще, может быть, требует где-то и дополнительной проработки. И депутаты на Комитете по промышленности не зря уже обращали внимание на эту остро стоящую проблему. Запретить мы не можем в силу жилищного кодекса, который у нас пока действует. То есть жилищный кодекс дает право устанавливать подобного рода сооружения? Жилищный кодекс дает право распоряжаться жителям многоквартирного дома территории, которую имеет многоквартирный дом. А как ей распорядиться? Огородить территорию Заборова или поставить шлагбаумы, это уже решают жильцы на общем собрании. Трудности вызывают те моменты, когда перекрываются проезды и проходы к каким-то зданиям, где больше иного альтернативного выхода нет. К сожалению, такие моменты уже начинают иметь место и в Бирске. Здесь нужно работать сообща, работать непосредственно с жителями, которые хотят установить шлагбаум, убеждать их и так далее. Надо продумать все варианты, чтобы не доставлять возможные неудобства другим гражданам. Это может и безопасность и угрозу составлять некоторую, когда экстренные службы какие-то могут не получить доступ. Да, вот именно об этом идет речь. Поэтому вот шлагбаумы, это отдельный вопрос. А то, что касается блоков, блоки у нас в общем-то запрещены вообще. Вообще? Вообще. Поэтому ту работу, где у нас находились блоки, мы работу проводили. В большинстве случаев эти блоки были убраны. Единичные случаи еще остались. Но это те случаи, когда вот время подошло к зимнему периоду, и просто управляющая компания не смогли, к сожалению, убрать. Сами были свидетелями, когда действительно управляющая компания вызывала трактор, и он не мог сдвинуть вот этот блок, потому что он примерз. Поэтому от таких ответственных лиц получены гарантийные письма о том, что после окончания зимнего периода, то есть после схода и таяния снега, данные блоки будут убраны. Ну и так как эти блоки лежат не на проездах скважных, которые вот именно 100% мешают движению, мы пока эту ситуацию вот так вот оставили до весны, то есть удовлетворившись гарантийным обязательствам. В прошлом году у нас еще претерпели изменения нормы, которые касаются утилизации бытовых отходов, если я не ошибаюсь, вывоза бытовых отходов, организации мест сбора для бытовых отходов. Что вот изменилось в этой сфере и как вы работаете, как изменилась ваша работа в связи с этим? Да, раньше порядок и правила содержания у нас были изложены в одной из статей правил благоустройства, но затем, когда в мае прошлого года вступило в силу постановление правительства Новосибирской области номер 176, которое регламентирует сбор, организацию сбора и порядка сбора твердых бытовых отходов крупногабаритного мусора. После этого наш раздел был отменен. И сам порядок сбора стал регламентироваться постановлением правительства. А в правила благоустройства была внесена статья, которая непосредственно предписывает правила содержания контейнерной площадки, то есть содержания и оборудования. То есть сбор регламентируется постановлением правительства, а порядок содержания самой площадки – правила благоустройства. Не усложнилась конструкция правовая? Нет, конструкция не усложнилась. Были проведены публичные слушания. В общем-то, те граждане, которые были заинтересованы в этой проблеме, они пришли. Несмотря на то, что народу было немного, но по своей сути слушания заняли более полутора часов. То есть практически два часа работали специалисты администрации, работали специалисты инспекции, работали граждане. Так что все вопросы были обсуждены и согласованы. Все они согласованы с надзорными правоохранительными органами, уже правила вступили в силу. Поэтому сложного там ничего нет. Там же речь идет о переоборудовании некоем, площадок для сбора. Это же тоже какие-то расходы дополнительные. Это время, в конце концов, удалось. С мая или, допустим, немножечко погодя, они вступили в силу. Удалось за это время, за летний период и осенний, как-то привести в норму. В соответствии. Ну, к сожалению, времени на 2017 год нам не хватило, потому что уже все эти публичные слушания, они проходили уже в начале октября. Сами изменения вступили в силу тоже где-то в конце октября или в начале ноября. Но, тем не менее, сейчас до всех ответственных лиц эти новые правила и требования доведены. Сейчас есть время с этими новыми правилами и требованиями ознакомиться. Тем более, там основной лейтмотив, да, у нас идет замена бункеров и открытых контейнеров на бункера и контейнера нового типа. То есть закрытые. Закрытого типа. Но они могут любой конструкции. Пластиковые, металлические. Само новшество в том, что контейнер должен быть закрытый, чтобы атмосферные осадки не попадали внутрь контейнера и крышка предотвращала от разноса мусора, то есть по территории, прилегающей к мусорной контейнерной площадке. Основные правила вот эти. Тем не менее, несмотря на это, все равно в правилах оставлено использование контейнера без крышек. Но тогда просто сама контейнерная площадка должна быть оборудована навесом. Вот те площадки контейнерные, да, которые уже, ну, успели привести в соответствие, да, насколько вот там во дворах, по вашим наблюдениям, изменилась ситуация сейчас. Можно уже говорить как-то, что да, вот эти меры работают, да, стало чище, приятнее, интереснее. Да, можно с уверенностью сказать, что эти меры работают. Вот возьмем, для примера, вот самую больную контейнерную площадку на Карла Маркса 33, да, перекресток Карла Маркса, въезд к администрации, да, там маленько изменили конструкцию ограждения контейнерной площадки, да, убрали бункер, который там стоял, а поставили контейнера. Закрыли боковые створки профлистом, оставив, оставив только узкую входную часть. И там мусора сейчас, и замусор, во-первых, замусор, замусорная территория практически исключена вообще. То есть даже если мусор скапливается, он скапливается внутри контейнерной площадки, и со стороны это не видать и не портит общего вида, ну там дворник пришел, общего вида территории, да, тем больше, что дворник приходит, убирает и так далее, все это делает. Поэтому вот как один из примеров. Если возникает какая-то проблема, связанная с благоустройством, обращаться в административно-техническую инспекцию, Павел Дятлов, руководитель административно-технической инспекции, был сегодня у нас в гостях, в студии работал Андрей Маланов. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова